Знаменитый Мулен Руш, Елисейские поля и величественный Нотр-Дам-де-Пари. А еще тихие французские улочки. Все эти красоты запечатлены на полотнах Владимира Ларева. Много времени художник проводит в Париже. Его картины выставляются во многих галереях и музеях мира. Мои коллеги побывали в Чебоксарской мастерской живописца. Эти строки художник посвятил любимому городу Парижу. Владимир Ларев родился в 1954 году в селе Балабаш-Баишево в Чувашии. В 1979 году окончил Чебоксарское художественное училище и не прикасался к краскам 26 лет. Искал вдохновения. Как в жизни, так и в искусстве Владимир не приемлет стандартных решений. Не хочется оставаться простым художником-дилетантом, говорит он. Хочется писать картины, которые вызывают самые разные эмоции у зрителей. Пусть даже негативные. В 2003 году художник вернулся в мир искусства. Сурреалистические картины, пейзажи, портреты. Много работ, посвященных Пушкину, отношениям мужчины и женщины. Его композиционное мастерство проявляется в умении найти выразительный ракурс, жест. Некоторые произведения художник вынашивает в своей голове месяцами. А потом выплескивает накопившиеся эмоции на холсте. И тут уж дает волю цвету и экспрессии. Эскизы я страшно сюда картины начал писать. А там ни в каком смысле он страшный. Но тем не менее, вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной, наш мир, который я сам себе представляю, от чего он стоит, где какие-то пороки, штук 40 уже эскизов есть, но сделано где-то там около тысячи фигур будет. Они сейчас на стадии такого как бы формирования сам образ картины. Ларев пользуется не только кистью. У него много картин, выполненных пальцами. Но сколько о полотнах не рассказывай, описать их красоту и чувственность словами невозможно. Познакомиться с произведениями и самим художником смогут все жители и гости столицы. 11 апреля откроется его выставка в художественном музее. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.